Из своих 13 лет почти два года Нурбек боролся с тяжелой и изнурительной болезнью – туберкулезом. Эта болезнь излечивается. Да, лечиться трудно. Приходят всякие мысли – не вылечусь, не лучше ли бросить пить лекарства. Но если быть терпеливым и верить в успех, он обязательно будет. Не надо бояться болезни, надо стараться вылечиться. Несмотря на то, что в течение столетий человечество накопило немало информации о туберкулезе, по сей день он остается одной из значимых инфекционных болезней, лечение которой всегда было длительным и трудным. В Кыргызстане ежегодно регистрируется около 6 тысяч больных туберкулезом, среди которых растет количество больных с его устойчивыми формами, в связи с чем назрела необходимость внедрения новых подходов к диагностике, лечению и профилактике. Сегодня, как и весь мир, страна проводит реформирование своей противотуберкулезной системы, меняет подходы к лечению этой болезни. При технической консультативной помощи ЮСАИД у нас в стране началось реформирование противотуберкулезной службы. А вот это реформирование началось за счет внутренних резервов, не привлекая дополнительных средств из государственного бюджета. В этом реформировании главный приоритет – это повышение потенциала первичного звена здравоохранения, который приводит к улучшению противотуберкулезных услуг, оказываемых населением. В соответствии с современными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, страны, в том числе и Кыргызстан, отходят от лечения туберкулеза в больницах, с которыми связаны риски перекрестных инфекций и многие неудобства для больных. В настоящее время Кыргызстан нацелен на изменение ситуации таким образом, чтобы лечение от этой болезни осуществлялось в условиях максимально удобных пациентам. В связи с расширением амбулаторной модели лечения туберкулеза возникла необходимость в так называемом пациентоориентированном подходе. Это такой метод ведения случая туберкулеза, когда лечение приближено к нуждам пациента, к его месту жительства, к его нуждам, к его проблемам, к его социальным условиям, для того, чтобы обеспечить максимальное излечение больного. Больной находится в своей окружающей среде, то есть мы его не отнимаем от семьи, от его окружения, которое имеет большое значение. Пациентоориентированный подход – это когда приходит пациент, и все вот эти структуры в комплексе работают. Требования инфекционного контроля – управленческий, административный, социальный сектор, эпидемиологический сектор. В Кыргызстане амбулаторное лечение туберкулеза основывается на широко известном в мире методе под названием «Управление случаем туберкулеза». Инновация его в том, что здесь он внедрен в систему здравоохранения и ведется работниками медучреждений первичного уровня. Каждый больной по месту своего жительства ведется целой командой медработников – фтизиатром, семейным врачом, медсестрой или фельдшером. Лечение должно быть непрерывным и тщательно контролируемым всей командой, члены которой соответствующим образом обучены. С учетом того, что нарушение режима лечения или отрыв от него является частой причиной для развития устойчивых форм туберкулеза, в управление случаем туберкулеза входит и социальная, и психологическая поддержка больных. Насколько это важно для успешного завершения лечения? Вот яркий пример из практики чуйских медработников. У нас один лекарственной стойчивой формы больной был. Он лечился, нормально лечился. Год, потом после года он как-то не захотел лечиться, отказывался. Тогда я обратился к своему врачу с именем. Я говорю, ты скажи причину, может я чем-нибудь поможу, помогу. А он говорит, я работал водителем, а мне сейчас запретили, а я должен обеспечивать семью. И вот начальник позвонил ей главному бухгалтеру, чтобы его устроили на работу, но временно охранником. Он согласился. Я его обняла, я говорю, а Ирка была? Давай будем лечиться. Как-то вот эти слова подбодрил его. Да. И он вовремя ходил, лечился, он закончил лечение. Эффективно зарекомендовал себя один из важных компонентов метода управления случаем туберкулеза. Привлечение так называемых общественных помощников. Они приходят на помощь больным в случае, когда те не могут в одиночку справиться с болезнью. Выбранный из числа родных и близких добровольно общественный помощник, пройдя специальное обучение, контролирует лечение больного в домашних условиях. Для этого мужчины, лечившегося от туберкулеза в течение двух лет, общественным помощником стала его жена. В больнице, во-первых, надо каждый день ездить, возить еду. Дома готовишь горячее, сразу подаешь, а это пока довезешь. Через пересадку вот это трудно было, тяжело. И иногда финансы тоже трудности бывали, чтобы ездить. Дома есть дома как-то. Если еще дома тебе помогают, тебя поддерживают. В больнице все равно как-то ощущение такое, что все, ты заболел и все, у тебя сразу страх не значит делать, а все, думаешь, эти лекарства, думаешь, а как это, больница туберкулезная, больница, ну все, ты уже, считай, духом падаешь. А больница, а дома как-то лежишь, тебя как-то, не знаю, такого не ощущаешь. Когда человек болеет, должен быть один человек, или брат, или сестра, чтобы помогать ему. Он когда пьет лекарства, ему плохо, и каждый день, чтобы кто-нибудь должен возле него проводить беседу, уже как и психолог становишься, подходишь, чтобы он пил лекарства вовремя, уколы вовремя, чтобы он не пропускал ни один день. Такая поддержка тут, я только за, я ее благодарю за это, чуть ли на руках могу таскать. Без этого я бы не знаю, что бы со мной было бы. К сожалению, часто туберкулез сопровождается негативным отношением к больным со стороны его окружения. Это происходит из-за недостатка достоверной информации, порождающей различные мифы о болезни. Поэтому важно для создания доброжелательного отношения к больному доносить до населения правильную информацию о туберкулезе. Борьбу с туберкулезом нельзя рассматривать как дело одного учреждения. Это общая проблема. Поэтому мы нашли важным привлекать к разъяснительной работе религиозных лидеров, как людей, которые много времени проводят среди населения, имеют авторитет и влияние. При помощи проекта ЮСАИД по туберкулезу мы не только доводим правильную информацию об этой болезни во все уголки страны, но и проводим мероприятия по уменьшению негативного отношения к больным со стороны их окружения. Комплексный подход к лечению туберкулеза создал условия для того, чтобы больной мог лечиться там, где ему удобно. Отныне в Кыргызстане не пациент идет туда, где оказывают медицинские услуги, а услуги направляются туда, где находится пациент. И там же создаются другие условия, необходимые для его полного излечения в виде объединенных усилий государственных и общественных организаций, гражданского сообщества. В этом суть пациент-ориентированного подхода. Качественные лабораторные услуги являются основой для точной, быстрой диагностики и успешного лечения. В ходе реформирования противотуберкулезной службы Кыргызстана было сделано много для того, чтобы привести туберкулезную лабораторную сеть в соответствии с современными международными стандартами. При поддержке USAID в нашей лаборатории одной из первых в Центрально-Азиатском регионе успешно внедрено секвенирование полного генома микобактериум туберкулезис. Одно из топовых исследований, которые проводятся для того, чтобы поставить диагноз туберкулеза и начать соответствующее лечение. Кроме того, при поддержке USAID в нашей лаборатории внедрён квантифероновый тест, который может выявить латентную форму туберкулеза. И я могу с гордостью сказать, что это также впервые в Центрально-Азиатском регионе. Другим важным достижением реформирования стало то, что качественные лабораторные услуги приближены к месту жительства больных. Современная диагностическая система под названием GenExpert, способная быстро и точно поставить диагноз туберкулез, на сегодняшний день доступна по всей стране. Очень удобный при работе. Там нас обучили на рабочем месте, они приезжали, две недели обучили нас. Очень хороший аппарат. Там ошибки почти что нету, 99% точности. Хорош тем, что мы результаты можем дать уже через два часа. Разработан новый метод транспортировки мокроты, создающий условия для её своевременной и надёжной доставки туберкулёзной лаборатории. Теперь больные и медработники избавлены от лишних хлопот и расходов, связанных с необходимостью выезда в Центры, как это бывало раньше. Обеспечение качества лабораторных исследований должно привести к тому, что качество диагностики улучшается и, соответственно, улучшается качество лечения. Где больной, там и деньги. После тщательного анализа существовавшего положения дел в противотуберкулёзной системе Кыргызстана пересмотрены приоритеты финансирования. До 2012 года в Кыргызстане у нас функционировало 29 противотуберкулёзных больниц. В результате реструктилизации, оптимизации 21 противотуберкулёзная больница сейчас оказывает помощь на стационарном уровне. Соответственно, высвободились какие-то денежные средства. И эти же средства, высвобожденные, не куда-нибудь распылили, а именно оставили в противотуберкулёзной службе. Высвобождённые в результате оптимизации средства позволили Фонду обязательного медицинского страхования разработать и внедрить новый метод материального стимулирования медработников первичного уровня за успешное лечение туберкулёза в амбулаторных условиях. Что вполне логично, поскольку с появлением пациентов с туберкулёзом у районных фтизиатров, семейных врачей, медсестёры, фельдшеров увеличилась рабочая нагрузка с необходимостью освоения новых знаний и навыков. На данное время у меня это лекарственно устойчивая больная. Они пьют лекарства два года, так как каждый день мы должны их контролировать. Поэтому я ей в руки даю. Сама контролирую, чтобы она тут же со мной рядом была, чтобы пила. Я стараюсь больше внимания ей уделять. Пилотный опыт показал, что основанное на результате работы материальное стимулирование мотивирует медработников повышать качество оказываемых ими услуг больным туберкулёзом. Ой, как хорошо было. Нам прям приятно было. Мы радовались. Все девочки, все имени и сестры. Что ценить нашу работу, действительно государство ценить. В постсоветских странах аналогов опыта Кыргызстана по стимулированию медработников за успешное лечение туберкулёза в амбулаторных условиях пока нет. В год развития регионов и цифровизации медработники пилотных регионов получили возможность усовершенствовать свою работу при помощи целого пакета информационных систем с использованием новейших веб-технологий. Если раньше врачу приходилось, еле-еле он обслуживал 12 больных, то он сейчас может успешно до 20 больных спокойно обслужить, потому что у него уже время меньше уходит на всю эту бумажную форму носителей. Самое главное, что он стал больше уделять внимание больному. Он стал больше уделять внимание родственникам. Ранее он экономил каждую секунду, ему даже некогда было разговаривать с больным, потому что ему нужно было успеть записать, отнести, принести, приклеить, заклеить, вот всё такое. Сейчас вся эта рутинная работа, которая занимала, можно сказать, 70% рабочего времени доктора, сейчас это освободилось. Все информационные системы помогают принимать оперативные и стратегические решения, основанные на реальных аналитических данных, принцип сбора которых не сверху вниз, а снизу вверх, начиная с электронной истории болезни, которая заполняется с поступлением пациента в противотуберкулезную больницу. Вбиваются полностью все его данные, сканируется его паспорт, эта заполненная форма отправляет к врачу. Параллельно действует лабораторная информационная система, через которую в режиме реального времени обрабатываются результаты анализов пациента. Больной сдаёт анализы, и когда уже готовый результат выходит, он поступает ко мне, например, к нам в отделение на компьютер. Мы открываем его, увидим результаты, и нам не надо сейчас бегать по лабораториям, не надо отрывать медсестру от работы. Также ведётся учёт противотуберкулёзных лекарств, расходующихся на лечение пациента. У него сегодня появилась тошнота. Я хочу назначить препарат метаклопромид, который у нас есть в аптеке. Я нажимаю, он уже идёт в дозировке в какой-то, в количестве одной таблетки, один раз в день я ему даём. Очень хорошо. На писанину это бы ушло, может быть, какое-то чуть дольше. А тут я уже знаю, вот он, пошёл метаклопромид. Все данные персонифицированы, имеют высокий уровень защиты и связаны с базами данных Государственной регистрационной службы, Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. Я себя чувствую современным врачом. Я не то, что сидела, писала ручкой до изнеможения. Я сижу сейчас, щёлкнула, всё у меня вылезло. Тут же посмотрела, тут же закрыла, тут же я назначение сделала медистра. Она не встаёт с места, дальше на пост пошло. Та отменила, ко мне пришла. И всё, это очень мало времени на это уходит. Это наше будущее, да, мы к этому идём, продвигаемся. Я думаю, что это начало. Спасибо вот Юсаиду, что они услышали нас и что они сумели найти время, средства для того, чтобы внедрить вот эти электронные истории болезней, электронную базу учёта анализов и медикаментов. Моё бы желание было, чтобы это всё по Кыргызстану, во всех туберкурозных учреждениях работали. И первичка именно в тезиатре районов, они с удовольствием эту программу поддержали бы. То есть это была бы очень большая помощь для нашей службы и для Кыргызстана всего. Сегодня Нурбек абсолютно здоров. Это результат того, как вся система слаженно работает на успешный результат. Однако нынешняя ситуация в Кыргызстане не даёт повода для успокоения. Ведь наряду с уменьшением общего количества больных туберкулёзом, тем не менее, не снижается число больных с его сложными, лекарственно устойчивыми формами, а значит, реформы нужны, и их надо продолжать.